Совсем не Супермен, добрый и отзывчивый Ёжик не похож на современных героев мультфильмов. Однако детям всех поколений искренний герой сказки Сергея Козлова «Ёжик в тумане» нравится именно таким. Вот это наш главный герой, который дал толчок нашим сказкам. Это наш совместный проект факультета дошкольного и начального образования и гимназии. Ученики 4-го А-класса Владимирской лингвистической гимназии номер 23 впервые познакомились с творчеством сказочника Козлова еще в первом классе. Однажды на урок им принесли вот такую игрушку. Козловского Ёжика своими руками сделала кандидат педагогических наук Татьяна Озерова. В протяжении всех четырех лет мы знакомились с произведениями Сергея Козлова, именно его сказками про Ёжика и его друзей. А в этом году, получается, мы отметили юбилей этого мультфильма всеми любимого «Ёжик в тумане» и еще юбилей самого режиссера этого мультика Юрия Нарштейна. Книгу дальнейших приключений Ёжика дети писали весь учебный год. Школьникам помогали родители, их любимый учитель начальных классов Светлана Смола. Сказка Козлова повествует о вечных поисках красоты и добра на земле. Новые истории Ёжика должны были продолжить эту тему. Ребята на отлично справились с задачей. На свет родились добрые волшебные сказки, в которых нашла отражение мысль о том, что чудеса совсем рядом. Надо только уметь видеть их в каждом прожитом дне. А он неуспешный, он добрый, он может испугаться. Поэтому так интересна сказка победителя нашего, да, Елисея, что ведь человек должен преодолевать страх. Хотя он каждый испытывает страх, но вот если ты преодолел, вот тогда вот тебя герой. Именно Елисей Королёв представлял проект 4-го А-класса в Москве на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Мои первые шаги в науке». Его сказка «Как ёжик свой страх преодолел» покорила членов именитого жюри. Профессоров тронула бесхитростная история Владимирского школьника. Это одно из важных качеств в «Друзьях» поэт, мне показалось. И я про это написала. А какое качество? То, что ради друга он не испугался тумана и пошёл к нему на день рождения. Сказка Алены Луцкой и её одноклассников теперь есть в самой настоящей книге. Она иллюстрирована рисунками школьников. В уникальном издании также можно увидеть игрушки, выполненные студентами в ЛГУ. Всегда, когда читаешь сказку, мне кажется, что все мечтают о чём-то волшебном, думают о хорошем, о добром. Школьники мечтают встретиться с режиссёром всемирноизвестного мультфильма Юрием Норштейном. Они хотят подарить прославленному мультипликатору свои еженые истории. Ирина Начарова, Евгений Токарев, 6 канал.